Добрый день дорогие коллеги! Рад приветствовать вас всех на этой очередной школе ФАР и пока в юном месяце апреля в старом парке Тайтсняк давайте поговорим про инфекционную патологию. Спектр ее огромен и невозможно в рамках одной сорокаминутной лекции обсудить предметно все инфекционные заболевания представляющие интерес поэтому мы коснемся отдельных избранных и что такое жизнеугрожающие инфекции нет отдельного определения поэтому мы будем говорить о них как об инфекциях которые даже при своевременном адекватном лечении с высокой вероятностью приводят к смерти пациентов или их стойкой инвалидизации. Пост публикует периодически данные по смертности в зависимости от стран по причинам смерти и мы можем обратить внимание что в странах с низким и с уровнем дохода ниже среднего инфекционная патология входит в десятку основных заболеваний причем сюда включаются такие социально значимые заболевания как например вич инфекция туберкулез и ряд других ну эта картинка она подводит нас к тому что вообще в принципе любой инфекционный процесс по сути своей является примером паразитических взаимодействий действительно инфекционные агенты являются либо факультативными либо облигатными паразитами и принадлежат к совершенно разным царствам живой природы это могут быть и бактерии и грибки и вирусы и многоклеточные организмы типа клещей и черви и одноклеточные паразиты типа тексоплазмы или например малярийного плазмозия ну и если про этих возбудителей более-менее понятно почему они могут быть смертельно опасными тот случай чесоточного клеща казалось бы чем опасно может быть чесотка в обычной рутинной практике это действительно не опасное заболевание но у пациентов с компрометированным иммунным статусом оно протекает в форме норвежской чесотки когда кожа покрывается грубыми корками в которых огромное количество чесоточных ходов миллиарды клещей живут в человека и заболевание приводит к стойкой инвалидизации ну и кроме того вирусы и вот здесь отдельного упоминания заслужили белки и прионы не являясь в общем то представителем живой природы тем не менее вызывают инфекционные болезни у человека необходимо сказать о том что любому паразитическому процессу свойственно разнообразие и когда мы говорим об инфекционной патологии нужно понимать что первое взаимодействие хозяина и возбудителя например человека и бактерии когда-то в начале своего пути было абсолютно смертельным но потом в процессе адаптации иммунного статуса и организма в друг другу паразиту стало выгодно поддерживать жизнедеятельность хозяина получая большее количество питательных веществ и поэтому в целом инфекционные заболевания в процессе изменения своего во времени приходят к некоторому снижению морбидности ну и летально зависит не только от возбудителя но и от свойств пациента это могут быть различные особенности и расовые индивидуальные генетические и так далее например тот же самый малярийный плазмодий у жителей эндемичного по малярии региона не вызывают практически тяжелых форм заболевания в то время как жители непривычных районов малярию переносят очень тяжело с развитием тяжелейшего малярийного сепсиса и так далее в первую очередь я хотел бы поговорить о бактериях ну потому что это и наиболее наглядные и привычные известные хорошо изученные возбудители и потому что когда мы говорим в рамках различных школ и вообще встречаясь с докторами друг с другом об инфекционной патологии мы говорим о бактериях как правило что возникает в голове клепсиолопневмония стафилокопус ауреус ну а цене табакта то есть те возбудители которые приводят к но за камеальным поражением гибели пациентов в стационаре и так далее но этим ведь не исчерпывается список состояний бактериальных инвазий которые угрожают смерти пациента мы поговорим о тех возбудителях которые вызывают менингиты пневмонии но не только пневмонии есть возбудители которые вызывают очень тяжелые кишечные инфекции приводящие к смерти и так далее кроме того сепсис анаэробная инфекция мягких тканей столбняк псевдомембранозный колит все эти заболевания будучи вызваны различными бактериальными возбудителями приводят к смерти пациентов но вот об анаэробной инфекции а сепсисе отдельно мы сейчас не будем говорить поскольку сепсис обсуждается вообще постоянно на всех съездах уже всем надоел а анаэробная инфекция требует описания хирургических тактик и так далее ну и нужно сказать обязательно еще и об антибактериальной терапии она должна быть адекватно возбуждителю и кто не знает в телеграме есть у больницы коммунарки лекторий и в рамках этого лектория был создан бот на слайде вы видите qr-код его можно отсканировать с помощью телефона и добавить себя этот бот построен на логике системы контроля антибактериальной терапии которая называется скат и после введения туда каких-то данных о пациенте его состоянии он предлагает вам варианты антибактериальной терапии конечно это не руководство к действию но очень удобное подспорье пожалуйста коммунарка предлагает всем совершенно бесплатно пользоваться плодами их трудов бактериальных инвазий огромен и конечно мы всех их не сможем коснуться но давайте посмотрим это может быть и менингококковая инфекция и пневмококковая и туберкулез острые кишечные инфекции казалось бы банальный диарейный синдром и рвота но нет среди них есть и совершенно смертельные тяжелые сальмонеллезы тяжелые шигеллезы протекают с инвалидизации пациентов и это не обязательно тиф а про даже просто сальмонеллез вызванный не сальмонеллой тифе может приводить к тяжелой тяжелым последствиям для пациента пищевые токсикоинфекции казалось бы причем тут смерть пациентов а к ним между прочим относится ботулизм очень тяжелые в случае большого поступления токсина в организм заболевания который требует длительной респираторной поддержки сопрождаясь своими особенностями лептоспироз болезнь которая не на слуху и периодически даже о ней говорят как о забытой болезни но нет достаточно искупаться в незнакомом водоеме в ленинградской области чтобы получить риск возникновения лептоспироза листериоз как говорил нам артур конан дойль держитесь подальше от трофейных болот и это совет на все времена меньше риск заражения столбняк чума сибирской язвы все эти заболевания могут приводить к гибели пациента я бы хотел остановиться наверное наиболее подробно на менингококковой инфекции поскольку она и очень осязаема это то с чем вы можете легко столкнуться во первых а во вторых она с одной стороны хорошо поддается лечение а с другой стороны есть тяжелые формы которые приводят к гибели больных вызывается диплококкомный сериаменингитидис и у большинства пациентов если это заболевание протекает в виде клинически выраженной формы она протекает как просто носительство прошу прощения носительство назофаренгит но назофаренгит жизни не угрожает а вот менингит менингококковый именингококтимия это тяжелейшие заболевания которые могут привести к смерти другие варианты клинической манифестации заболевания не столь значим инкубационный период как у многих инфекционных болезней от недели до двух ближе к десяти дням иногда иногда 24 в зависимости от тяжести поражения начинается с гриппоподобной симптоматики а в дальнейшем прогрессирует в зависимости от клинической формы если это менингит то сопровождаясь общей мозговой именингальной симптоматикой если это менингококцимия то иные симптомы о них дальше скажем летальность при менингококцимии до 40 процентов при фульминантных формах до 100 и у существенной части реконвалиццентов 5 процентов это много каждый 20 имеют место стойкие последствия после перенесенной болезни вплоть до потери конечностей из-за ишемии некрозов неврологический дефицит и различные повреждения головного мозга это генез заболевания возбудитель сначала попадает на слизистую носоглотки колонизирует ее проникает в клуб и дальше возникает бактериальная гематогенная диссеминация при этом бактериямия редко бывает стойкой как правило транзиторная и дальше клиника зависит от того где наибольший прогресс бактерий имеет место либо назофарингит либо менингит либо менингококцимия дальше реализуется иммунный ответ который приводит к клизису бактерий а это сопровождается выходом большого количества эндотоксинов кровь активация системы комплиментов комплимента каликроинкениновой системы выброс медиаторов воспаления и дальше если этот иммунный ответ не удается отрегулировать то это приводит к прогрессирующему поражению с формированием ДВС синдрома полиорганной недостаточности и гибели пациента у реконвалицентов сохраняется как правило напряженный стойкий иммунитет говорим о клиническом течении сначала мы коснемся менингита и как я уже сказал основными его проявлениями будет общая мозговая и менингиальная симптоматика причем менингиальные симптомы следует дифференцировать с субархноидальным кровоизлиянием основной метод дифференциации если у вас нет компьютерной томографии под рукой это люмбальные пункции патологические стопные знаки не являются обязательным критерием диагностики и если менингит реализуется в виде менинга энцефалита или прогрессирует него то присоединяется и очаговая симптоматика при этом характерная для менингококковой инфекции сыпь о которой многие слышали в данном случае выражена слабо это будут мелкие как правило элементы на дистальных отделах конечностей и если у пациента на переходной складке конъюнктива отмечаются похожие высыпания то это повод подумать не о менингококковой инфекции а о наличии инфекционного эндокардита вот таким образом выглядит сыпь при типичном течении менингококкового менингита мелкие петухиальные элементы с небольшой тенденцией к слиянию в адекватном лечении большинство таких пациентов выздоравливает но у ряда у ряда из них болезнь протекает злокачественно с развитием несмотря на адекватную терапию септического шока двс-синдрома и отека головного мозга который дальнейшим приводит к поражению дыхательности сосуды двигательного центра и диагноз менингококкового менингита следует дифференцировать с пневмококковым менингитом а пневмококковом менингите скажем буквально вскользь показания к переводу в отделение реанимации представлены в таблице я их подробно не буду записывать они достаточно очевидны отрицательная динамика тяжелое клиническое течение заболевания и в лабораторных анализах одним из специфических показателей будет снижение тромбоцитов до уровня ниже 100 одним из основных методов диагностики менингитов в том числе бактериального менингита является люмбальная пункция в случае с менингококковым менингитом если вы его подозреваете можно рекомендовать небольшой практический совет использовать для проведения пункции люмбальные иглы диаметром 20g и крупнее желтые другие потому что иглы большего диаметра 22 и 25g прошу прощения меньшего меньшего калибра будут приводить к тому что вязкий плотный ликвар не попадет в павильон иглы будут сложности с забором ликвара на анализ диагностические ошибки необходимость повторных пункций и так далее кроме того если вы на этапе проведения люмбальной пункции получаете красный ликвар то здесь следует предполагать субарахноидальное кровоизлияние либо это может быть связано с окрашиванием ликвара путевой кровью и здесь для дифференцирования можно предложить либо древний метод капнуть каплю ликвара на салфетку и посмотреть сохраняется ли красное пятно в центре вокруг него полоска свободной плазмы либо салфетка равномерно окрашивается кровью лизированной в случае субарахноидальным кровоизлиянием либо после центрифугирования оценить внешний вид пробирки если надо осадочная жидкость окрашена желтым цветом и осадок легко взбалтывается то мы имеем дело с субарахноидальным кровоизлиянием в случае мингококкова менингита цвет ликвара белесовато-желтый цитоз его то есть количество клеток в микролитре составляет около 500 клеток на микролитр либо если лаборатория выдает ответ в третях то полторы тысячи третей при этом цитоз в дебюте заболевания может быть имфоцитарным или смешанным но в дальнейшем всегда переходит в нейтрофильный белок в ликваре повышен уровень глюкозы будет сниженным но если нормальный уровень глюкозы в крови в половину меньше чем прошу прощения в липоре меньше чем в крови то случае менингококкова менингита снижение глюкозы будет умеренным она не не будет нулем и кроме того если у пациента с сохранным сознанием полностью ясно отмечается во время лимальной пункции многотысячный цитоз или даже бессчетный то это должно наводить вас на мысль об эпидуите поскольку при течении менингита многотысячный цитоз не не отмечается у пациентов с сохранным сознанием у них всегда будет те или иные вариант его нарушения показания противопоказания представлены в таблице и я хочу сказать что в файлах которые приложены к трансляции можно взять эту лекцию скачать и ознакомиться с ней подробнее говорим о лечении на первом месте стоит адекватная и своевременная антибактериальная терапия антибиотиком выбора будет цифтриаксон по два грамма два раза в сутки и в целом в лечении менингококкова инфекции чаще всего используется цефалоспорина 3 4 поколений либо карбопинема либо вторхиналоны но редко при этом надо иметь ввиду что высокие дозы антибактериальных препаратов бактерицидных привозят к массированному лизису бактерий соответственно очень большой очень выраженной эндотоксинемии поэтому надо с осторожностью их использовать и по возможности разделять введение препарата хотя бы в первые дни лечения на две дозы что касается других аспектов лечения у пациентов психомоторным возбуждением или у тех которым требуется по ряду причин респираторная поддержка необходимо проведение медикаментозной седации в том числе и для снижения метаболизма в центральной нервной системе но надо каждый день проводить диагностические окна для оценки статуса этих пациентов глюкокортикоиды рекомендуется для лечения менингококкового менингита но например при менингококковом сепсисе шоке и менингококковом сепсисе без менингита их использование рутинно не рекомендуется доза составляет до 8 миллиграммов четыре раза в сутки в начале на с постепенным снижением кислородотерапия конечно да адекватное обезболивание этим пациентам необходимо у них очень выраженная головная боль особенно у тех пациентов которые госпитализируются в арит и целью респираторной поддержки является протезирование функции дыхательного центра при тяжелом течении менингита с поражением дыхательного центра либо при развитии бульварной симптоматики интимации трахеи для защиты дыхательных путей особенных сложностей с подбором параметров у этих пациентов не возникает как правило ну а сроки респираторной поддержки зависят от тяжести заболевания и кроме того здесь хотелось бы еще поговорить о таком исходе у этих пациентов при как полиурия при обратном развитии заболевания у этих пациентов регулярно закономерно наблюдается полиурия патогенез который скорее всего связан с отеком гипофиза с нарушением его секреции и соответственно с низким количеством антидиуретического гормона как правило уровень достигает 12-15 литров в сутки но в моей практике был была пациентка одна которая после менингококковой менингита вышла на уровень полиурии максимальный 64 литра в сутки мы конечно не успели догнать все 64 литра инфузии но у нас одна медсестра сутки провела с одним пациентом в боксе прям в бокс мы притащили огромное количество инфузионных сред и вот в четыре струи проводили инфузионную терапию у пациента у нас тогда не было аналогов базы пресина но на следующий день его принесли добыли родственники я уже не помню и буквально за два дня полиурия снизилась до 20 с небольшим литров а потом постепенно мы вышли на нормальный диурез дозы досмепрессина зависят от применения если это пероральный прием то это 1-2 десятых миллиграмма один раз в сутки начальная доза при необходимости можно увеличить но интраназальные дозы меньше параллельно с этим проводится инфузионная терапия в объеме коррекции водноэлектролитного и кислорно основного равновесия и контролировать к счастью нужно не реже четырех раз в сутки максимальная частота не регламентируется и теперь поговорим о менингококцемии как одной из самых тяжелых быстро прогрессирующих инфекционных патологий форма злокачественная сопровождается быстро возникающей и нарастающей иногда если это фульминантной формы инфекции прямо на глазах сыпь покрывает тело пациента у нас были пациенты которые поступают в стационар прием на деление без сыпи но уже в течение двух часов тело их покрывается вот такой вот крупный кляксообразный некрасивый сыпь здесь нужно отметить что важной особенностью менингококковой инфекции в виде менингококцемии является то что у этих пациентов практически никогда не встречается клинически выраженный менингит то есть они остаются в сохранном сознании до момента наступления полиорганной недостаточности когда уже требуется седация когда сознание угнетается за счет токсических эффектов но не за счет развития менингит и чем быстрее прогрессивную цепь и чем ближе к голове возникают высыпания тем тяжелее протекает болезнь тем быстрее и заболевание аналогичные кожным высыпанием высыпание аналогичные кожным геморрагиям наблюдаются и в различных внутренних органах наиболее тяжелым из поражений таких является синдром Мотерхауза Фридериксона скажу буквально через несколько секунд хотел бы представить вашему вниманию фотографии пациента с типичной сыпью при менингококцемии и обратите внимание на выраженную ишемию дистальных отделов конечностей этот пациент в дальнейшем выжил но у него на одной руке были ампутированы пальцы вторая писть сохранила свою функциональность восходить заболевание вот такие вот крупные пятна появляются и сыпь обнаруживает тенденцию к слиянию видны высыпания на роговицы не только на конъюнктиве но и на роговицы на лице а так выглядит менингококцемия меморрагический альвеолит который в результате кровоизлияния в надпочечнике приводит к нарушению синтеза эндогенных катехоламинов соответственно вызывая рефракторный шок со стопроцентной летальностью в целом лечение менингококцемии такой же как и менингококкового менингита на первом месте антибактериальная терапия далее инфузионная в зависимости от потребности пациента конечно применяется вазопрессорная и иногда инотрупная поддержка но вот здесь глюкокортикоиды для рутинного применения не рекомендованы и как уже сказал у этих пациентов может развиваться тяжелая вплоть до гангрены и шимия конечностей поэтому им периодически требуется консультация кардиососудистых хирургов для решения дальнейших вопросов и скажем о профилактике этого состояния потому что вообще особенность инфекционной патологии является то что ее можно качественно профилактировать и не будем сейчас спускаться в диспут о вреде и пользе привилок потому что конечно они полезны поговорим о вакцинации существует прививка против менингита она вызывает группы специфический иммунитет который сохраняется в течение трех лет есть постконтактная профилактика менингококковой инфекции которая редко бывает необходимо ее редко назначать но тем не менее если родственники пациента живущего с ним интересуются как можно себя обезопасить им можно рекомендовать одну из приведенных на слайде схем и далее мне хотелось бы сказать мы перейдем сейчас к другим возбудителям еще пару слов про пневмококковую инфекцию которая тоже вызывает выраженный менингит и пневмонию если у вас поступает пациент у которого имеет место пневмония и кроме этого клинически манифестирует менингенцефалит у этого пациента с высокой вероятностью этиологическим фактором будет пневмококковая инфекция и контингент у которого повышенный риск по развитию менингококковой пневмококковой инфекции это пациенты с компрометированным иммунным статусом поэтому пациенты с вич инфекцией и пациенты с спреноктомии в анамнезе должны в обязательном порядке вакцинироваться от пневмококковой инфекции потому что у них она как раз протекает в виде очень тяжелого менингита ну и клиника будет отличаться от менингококковой инфекции тем что во-первых не будет характерной сыпи а во-вторых по ликвару можно дифференцировать внешний вид ликвара будет классический он такой лимонно-желтого желто-зеленого цвета перейдем к другому возбудителю возбудитель социально значимого заболевания туберкулеза мы редко говорим о туберкулезе и редко как-то обращаемся к нему но заболевание очень тяжелое какие есть ключевые моменты во первых существует группа возбудителей основными из которых являются микобактерия микобактерия туберкулеза микобактерия bovis микобактерия avium вызывает не туберкулез а микобактериоз а развитие туберкулеза она возникает вызывает у людей с сниженным иммунитетом у пациентов с вич инфекцией всемирная организация здравоохранения говорит нам о том что в настоящее время имеет место эпидемия туберкулеза ну и в общем это правда очень большое количество населения болеет и нужно сказать что во первых большинство населения планеты инфицированы туберкулезом но опять же у большинства людей инфекция протекает в форме носительства этим обусловлен нестерильный иммунитет к туберкулезу и еще некоторое время назад была информация не знаю как сейчас думаю что вряд ли что-то сильно изменилось что к возрасту 40 лет население санкт-петербурга стопроцентно инфицирована микобактерия туберкулез при этом туберкулез входит в одну из десяти основных причин смерти и это основная причина смерти обусловленная каким-то одним возбудителем при этом у пациентов с вич инфекцией риск возникновения туберкулеза в 18 раз выше чем в среднем популяции какие еще есть проблемы увеличивается в том числе за счет бесконтрольного применения антибактериальной терапии количество штаммов которые вызывают туберкулез с широкой или множественной лекарственной устойчивостью классическая схема терапии включает четыре компонента они приведены на слайде и стартовая терапия в течение двух месяцев проводится и поддерживающая от четырех месяцев до года у пациентов с туберкулезным менингитом как раз составляет год область интереса реаниматологов в лечении туберкулеза в основном обусловлена такими состояниями как казиозная пневмония то есть это тяжелая пневмония вызванная туберкулезной инфекцией и туберкулезным менингитом ну и я коснусь здесь туберкулезного менингита который является по природе своей бактериальным но по характеру ликвара не гнойным в отличие от всех остальных бактерий а серозным при этом в ликваре будет либо умеренный будет умеренный либо лимфоцитарный либо иногда смешанный цитоз умеренное повышение общего белка ликвара но резкое снижение глюкозы вот это характерная особенность именно туберкулезного менингита уровень глюкозы в ликваре будет гораздо ниже чем те 50 процентов от уровня глюкозы в плазме крови применение противотуберкулезной химиотерапии в случае развития туберкулезного менингита как правило требуется пар энтеральная потому что оказывается эффективнее опять же четыре препарата длительность лечения год и это только в том случае если это туберкулез с классической устойчивостью периодически у пациентов с высокой устойчивостью к различным противотуберкулезным препаратам требуется нетривиальный подбор антибактериальных терапий и в лечении этого менингита глюкокортикоиды не используется потому что с одной стороны здесь их противоотечный эффект реализуется не очень явно а с другой стороны потому что применение высоких доз глюкокортикоидов оказывается приводит к снижению и без того сниженного иммунитета у этих пациентов буквально несколько слов про вирусные инфекции потому что их тоже огромное количество представлены здесь на слайде вызывают различные жизненно угрожающие инфекции и в том числе бешенство в том числе вич инфекции про каждый из этих вирусов можно рассказывать долго но мы кратко остановимся на вирусах семейства герпеса но при респираторные вирусы здесь речь в основном идет про высокопатогенные штаммы гриппа не про те вирусы семейства коронавирусов которые примерно раз в 8 лет называют тяжелые острые респираторные синдромы место вирусов герпеса включает ну да энтеровирус понятно что он конечно не вирус герпеса но просто его очень удобно включать в эту же группу потому что если у пациента с наблюдается серозный менингит и при этом нет какой-то явной бактериальной инфекции нет туберкулеза то с высокой долей вероятности этот менингит будет вызван одним из вот этих четырех вирусов вирус простого герпеса эпштейнбар цитомегаловирус и энтеровирус вирус варицеллозостер менингиты вызывает редко хотя бывает но ветрянка вызываемые им возникшие у пациентов взрослого возраста иногда протекает с очень тяжелой донериозной симптоматикой которая в ряде случаев может даже приводить к возникновению пациентов суицидальных попыток таким образом тоже жизнеугрожающей инфекции и из указанных вирусов наиболее тяжелые именингенцефалиты вызывают вирус простого герпеса и вирус эпштейнбар нет какой-то явной яркой клинической картины я имею ввиду картины ликвара она будет это не показательная но имеет место выраженный неврологический дефицит у этих пациентов и общая мозговая симптоматика явная и длительно сохраняющаяся тяжелая очаговая в лечении применяется как правило ацикловир и стандартная доза это 10 миллиграммов на килограмм массы тела каждые восемь часов ну как правило это 750 миллиграммов ацикловира если инфекция вызвана цитомегаловирусом то используется цимивен вот и наконец перейдем к разговору о гельминтной патологии которые из всех представленных возбудителей являются наиболее явными паразитами и коснемся опять же гельминтозов невероятное количество я хотел здесь остановиться на эхинококовой инвазии человек в случае инфицирования эхинококом является промежуточным хозяином возбудителя и на слайде представлен жизненный цикл эхинокока которым показано как человек употребляя инфицированные каким-то образом в организм перорально попадает яйцо возбудителя дальше в желудочно-кишечном тракте эти яйца превращаются в анкосферы которые далее гематогенные диссеминации попадают в различные органы в первую очередь это легкие печень и головной мозг симптомы зависят от локализации гельминта соответственно если кисты формируются в печени то возникают абдоминальные симптомы желтуха но редко возникает выраженное увеличение транс именаз кисты в легких приводят к боли в груди с формированием кровохаркания в головном мозге соответственно будет ярко выраженная очаговая симптоматика эхинокок бывает двух видов кистозный и альвеолярный кистозный это как правило одна крупная киста которая медленно растет и соответственно медленно инвалидизирует пациента с длительным инкубационным периодом альвеолярный это тот случай эхинококовой инфекции когда гельминт не подавляется иммунной системой хозяина но не до конца в зрелую стадию не переходит существует неопределенно долго формируя сложные многокамерные кисты говорим о эхинококке кистозном начало его развития как правило возникает в печени и в дальнейшем распространяется в другие органы в том числе в головной мозг летальность правда в случае альвеолярного эхинококоза составляет до 75 процентов диагностики используются лучевые методы исследования анализ кистозной жидкости сирологические тесты а лечение данного заболевания преимущественно хирургическое иногда используется химиотерапия алгентозолом но не всегда и сама по себе эта терапия не является отдельно эффективной кроме того иногда если кисту невозможно удалить из организма можно провести аспирацию ее содержимого промыть антисептиком но гарантии данный метод лечения не дает ну и причиной летальных исходов является медленно прогрессирующая дыхательная недостаточность которая при исчерпании резерв организма приходит к приводит к летальному исходу кроме того иногда и мы об этом скажем причиной летального исхода может быть хирургическое лечение данной патологии и мне хотелось бы сейчас привести кратко клинический случай фотографии аутопсийного к сожалению материала как раз формирование альвеолярного эхинококоза молодая женщина поступила стационар спустя год после физиологических родов причем анамнезе долгое время не было никаких указаний на вероятность инфицирования гельминтами анамнез таков пациентка после родов отметила повышение веса пыталась с этим как-то бороться фитнесом это не очень помогало вроде бы лечилась а вроде бы не лечилась анамнез внятный было сложно собрать и за две недели до госпитализации почувствовала недомогание тошноту какую-то лечилась сначала дома без выраженного эффекта и в один прекрасный момент поступает в стационар почему-то скоро ее привозят с диагнозом ОРВИ диагноз ОРВИ в приемном отделении снят но пациентка явно контингент инфекционного стационара госпитализируется сначала в профильное отделение откуда затем переводится в отделение реанимации у пациентки на лицо явная печеночная недостаточность уровне трансаминаз АЛТ 6000 АСТ 9000 ЛДГ больше 10000 МНО 4 и это после трансфузии одной дозы плазмы повторный расспрос тщательно выявляет наличие пациентки родственников к которым она ездила полгода назад и ее родственники охотники она ела какое-то мясо добыто этими охотниками видимо тщательно непроверенная возникает подозрение на эхинококос пациентка госпитализирует отвозится на УЗИ органов брюшной полости на УЗИ выявляют многокамерную кисту в печени киста диаметром примерно 18 сантиметров пациентка осмотрена хирургами хирурги ставят охинококос под вопросом но кроме этого еще об созпечении под вопросом возникает договоренность попытка договоренности о переводе пациентки в многопрофильный хирургический стационар для хирургического лечения этого заболевания но это вечер пятницы соответственно пациентку в этот день не забирают договоренность на перевод на утром субботы Ночью у пациентки происходит основка кровообращения по типу желудочковой тахикардии. И, к сожалению, в итоге это все приводит к смерти пациентки. Дальше представлен аутопсийный материал. Вот печень этой больной. А при вскрытии капсулы обнаруживается, что практически вся полость печени выполнена пахинококковыми кистами. Там сохранена только левая доля и то в небольшом объеме. Фотография выглядит вот так. Вы представляете себе, насколько тяжелой была печеночная недостаточность. И при этом, нужно сказать, что возможности компенсации организма огромны, потому что длительное время пациентка страдала какими-то, ну, общими симптомами, там, недомогание было, не было, непонятно. Но в какой-то момент организм исчерпывает все свои ресурсы и в результате печень просто прекращает работать. Вот, к сожалению, этот случай закончился печально. Ну и фотографии впечатляют. Мы когда на секции вот это увидели, были поражены, потому что такого ахинококкоза не видел никогда. И последний случай, о котором я хотел бы рассказать, как раз когда может приводить хирургическое лечение к смерти пациента. Этот случай любезно предоставлен нам Константином Михайловичем Лебединским. Он проводил анестезию во время операции по удалению ахинококковой кисты. Мы видим, что в течение операции все было более-менее стабильно, но в какой-то момент происходит ранение капсулы кисты и выход в кровь огромного количества содержимого кисты. И следует помнить, что содержимое кисты очень реактогенно, оно вызывает реакцию гиперчувствительности немедленного типа по типу анафилактического шока. Что здесь и случается. Наступает остановка кровообращения и проводятся реанимационные мероприятия. Состояние пациентки удается несколько стабилизировать, но в дальнейшем оно повторно ухудшается и, к сожалению, заканчивается летальным исходом, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия. Что было связано с расцсамофилактическим шоком, с тяжелейшей аллергической реакцией. Дорогие друзья, разрешите на этом закончить. И такую вот оптимистичную картинку показать, чтобы было не так грустно думать про инфекционные болезни. Спасибо большое всем за внимание.